Температура Температура – это настолько обыденное для нас понятие, что мы ему даже не удивляемся. Чайник с кипятком горячий, кастрюля из холодильника – холодная. Но что же такое температура? Объяснить это словами не так-то просто. Впрочем, для начала нам будет достаточно такой картинки. Когда горячее и холодное тела соприкасаются, тепло всегда перетекает от горячего тела к холодному, и температура горячего тела понижается, а холодного повышается, пока они не сравняются между собой. Температуру мы измеряем с помощью термометра. В обычных жидкостных термометрах используется свойство теплового расширения. При нагреве жидкости, находящейся в колбе термометра, ее объем увеличивается. Избыточный объем жидкости поступает внутрь тонкого капилляра, и поэтому столбик термометра заметно удлиняется даже при небольшом росте температуры. В большинстве стран мира температуру принято измерять по шкале Цельсия. За 0 градусов своей шкалы Цельсий принял точку плавления льда, а за 100 градусов – точку кипения воды при нормальном атмосферном давлении. А потом взял и разделил шкалу жидкостного термометра между этими отметками на 100 равных частей градусов. А вот в Соединенных Штатах температуру в быту измеряют по шкале Фаренгейта. Фаренгейт принял за 0 градусов своей шкалы температуру смеси льда, воды и нашатыря, а за 100 градусов – температуру тела горячечного больного. Очень удобные точки отсчета, не правда ли? В результате шкалы Цельсия и Фаренгейта совмещаются так, что 0 градусов Цельсия соответствует 32 градуса Фаренгейта, а 100 градусам Цельсия – 212 градусов Фаренгейта. Еще одно устройство для измерения температуры – это термопара. О принципах ее работы мы рассказываем в фильме «Термоэлектричество». Вот этот миниатюрный температурный зонт реагирует на прикосновение к человеческому телу почти сразу. Вот этот зонт защищенный. Мы можем опустить его в термос с горячей водой, однако из-за своей большой теплоемкости он и реагирует медленнее. А вот это – так называемая термопара ТИПК. С ее помощью можно измерить и температуру жидкого азота, и температуру пламени. Внесем ее в пламя свечи. Его температура доходит до 750 градусов Цельсия. Но все-таки, что мы измеряем, когда измеряем температуру? Нагревая тело, мы передаем ему энергию. Так что температура является мерой внутренней энергии тела, связанной с тепловым движением молекул. Этот сосуд разделен подвижной переборкой. И молекулы в левой части сосуда изначально движутся быстро, а в правой – медленно. Соударяясь с переборкой, молекулы обмениваются энергией. Средняя скорость молекул слева уменьшается, справа увеличивается. И в итоге средние кинетические энергии молекул в обеих частях сосуда выравниваются друг с другом. Нагретые тела излучают электромагнитные волны. И на этом основано действие еще одного термометра. Этот датчик температуры снабжен приемником инфракрасного излучения, по интенсивности которого можно судить, до какой температуры нагрето то или иное тело. Температура стола равна 23 градусам Цельсия. Вода в термосе еще достаточно горячая, и инфракрасный датчик прекрасно это видит. А на этой части стола лежала моя рука, и датчик немедленно показывает, что температура здесь выше, чем в других частях стола. Субтитры создавал DimaTorzok